Повышение цен растамушки на товары из Китая убило надежды и планы многих частных предпринимателей. Сегодня один из самых крупных в Центральной Азии рынков пустует. У дурдоевцев еще не было столько возмущений и страха, как сейчас, когда тарифы увеличились почти в два раза. Доставка товара подорожала, а значит и бизнесмены вынуждены поднимать цены. Следственно, новые правила ударят не только по их карманам, но и потребителей. Дурдоев становится неконкурентоспособным и скоро потеряет крупных клиентов из ближнего зарубежья, которым уже не будет выгодно отовариваться здесь. С таким тарифом нам очень сложно будет конкурировать с соседним Казахстаном, не говоря уже о других странах. Расстояние между большим рынком Казахстана и дурдоем очень маленькое. Привлекательность рынка резко будет падать. Почти 70% торговцев в дурдое работают с китайскими товарами, остальная часть торгует местным пошивом или же привозят из Турции. Сейчас на складе в больших объемах простаивают заказы недовольных из Китая, однако купив их, торговцы рискуют остаться банкротами, ведь цены значительно повысятся, а спрос резко упадет. Я 25 лет работаю над Ордой, у нас такой ситуации никогда не было. И мы в тяжелом положении. Например, если мы в таможенном союзе, мы должны быть на одной волне с Россией, Белоруссией, с Казахстаном. У нас должна быть одна кубатура, я так понимаю. А мы на сегодня, если выше кубатура, к нам никто не приедет. Мы потеряем, уже нам клиенты звонят, эти товары получили, у нас мешки у всех лежат в складах. Мы не получаем товар, потому что высокая цена. Мы не выровняемся с мировым рынком в конце концов. Как говорят бизнесмены, их не ставили в курс о повышении цены, потому многие, не подозревая, влезли в долги, кредиты и закупились на весь год. Надеясь на решение проблемы, погоревшие обращаются к высшей власти. Однако надзорные органы пока не знают, как урегулировать ситуацию с волнением возмущенных. Переговоры будут идти и с представителями таможенной службы, которые подтвердили, что подорожание действительно идет, причем с самого начала этого года. Тарифное регулирование производится в рамках ЕАЭС. Мы сказали, что теперь мы будем приглашать представителей таможенной службы и будем просить у них разъяснение, с чем это было связано и чем они аргументируют. И если бизнес потребует изучения, расследования причин, то мы, конечно, эту работу будем проводить. Предприниматели просят донести до правительства их проблему, а они то даже грозились выйти на главную площадь столицы. Элиза Балбаков, Алтын Кубаны Жбеков, Ниу Тибием.